На часах 10. Час пик позади, однако поток автобусов, идущих по своему маршруту через остановку Первомайская площадь, ничуть не меньше, чем ранним утром. Это один из решающих факторов при выборе места для проверки соблюдения антиковидных норм у сотрудников городской администрации, учреждения пассажирские перевозки и полицейских. Молодежь, конечно, редко одевает маски. Мы заставляем их, чтобы одевали они маски. Пожилой возраст, в основном все в масках. Приведители камер и проверяющих свою позицию, и молодые люди, и пожилые меняют, желающих надвинуть маску на лицо, увеличивается в разы. Маску всегда с собой, правильно? Всегда носите? Иногда, наверное, просто надеть забываете? Сейчас я дяну. Маску с собой носите, надевается, пользуетесь? Да, постоянно сидит, да, и считаю, что это нужно для граждан, в первую очередь, потому что, ну, здоровье, безопасность. Такие рейды на регулярной основе проводятся уже второй год подряд. Однако, когда стало ясно, что словами до нарушителей масочного режима не достучаться, контролеры от устных предупреждений перешли к более решительным действиям. На сегодняшний день уже составлено более 60 протоколов. 18 из них уже успели рассмотреть в судах. Выносили решение по предупреждению на первый случай, а второй, третий выносили административные уже наказания штрафы. То есть сейчас уже суд более, скажем, строже так подходит и сразу нам ложат денежные штрафы. Вот, к примеру, вот 8 протоколов, 8 заседаний уже прошло, значит, штраф от 1000 до 3000 рублей. Цена забывчивости варьируется от предупреждения до 30 тысяч штрафа. Поэтому, ходя из дома, с собой лучше иметь не один экземпляр средств индивидуальной защиты, но еще и резерв. А в мороз маски не только безопаснее, но и теплее. Марина Корякина, Олег Осипов, Анна Мусатова, Область новостей. Олег Осипов, Анна Мусатова, Область новостей.